Еще четыре года назад Евгений был активным жизнерадостным молодым человеком. В период учебного года он все время посвящал детям, работая в школе. На каникулах выезжал в загородные лагеря, где становился до маленьких арчан примером для подражания. Только вот одним майским вечером весь мир для Евгения и его близких перевернулся. Я возвращался домой, это было 11 часов. Вечера еще 11 даже не было. Попал на компанию подростков, которые отмечали какой-то день рождения. Их было где-то человек 15. Ну, как обычно, у нас подростки слово за слово, сигареты или еще что-то. Ну и неожиданный удар. Меня сбили с ног. Их было много, меня пинали. Впоследствии чего я потерял почку, задели легкое, задели печень. Но самое страшное, Евгений получил удар ножом в позвоночник. Говорить о том, насколько тяжело и физически, и психологически пришлось полному силу мужчине получить статус инвалида, полагаем, нет смысла. Как бы то ни было, сегодня Евгений вновь работает с детьми. Он с присущим ему оптимизмом говорит, если Господь сохранил мне жизнь, значит я для чего-то нужен. Нужным Евгений оказался десятком маленьких арчан. С одними он занимается репетиторством, с другими развивает детское телевидение, которое сам и организовал. Правда, если раньше Евгений приходил к молодежи, теперь мальчишки и девчонки сами посещают наставника, но чаще общаются через интернет. Совсем недавно Евгения появилась надежда встать на ноги. Московские врачи предлагают лечение стволовыми клетками. Только лечение это для Евгения с его пенсией в 10 тысяч рублей безумно дорогое. На первом этапе необходимо 600 тысяч рублей, а всего около 3 миллионов. Близкие Евгению люди просят земляков помочь финансово. Отчасти, может быть, если мы это все сделаем, то я так думаю, что Евгений Викторович может сделать много полезного и нужного не только для школы номер 26, но и для всех детей, молодежи. Человек нам нужен. Он замечательный хореограф, он замечательный дизайн-жист, он делает прически, он слышит прекрасную музыку, не имеет специального образования. Это самородок уражеский. Всем, кто захочет помочь Евгению Тучкову, пригодится номер банковского счета, который вы видите на своих экранах. А связаться с Евгением можно по телефону 420484.